Привет, мой маленький Желжик! Ты видишь и слышишь Алексея Халецкого, это значит, что ты на канале Лёша Играет, и впереди тебя ждёт рейтинг цивилизаций в Seedmers Civilization 6. Пояснение. В каждой серии три цивилизации. Мы разбираем особенность цивилизации, особенность лидера, уникальный юнит и уникальные улучшения района и здания, в зависимости от того, что там у них есть. То есть, цивилизация получает одну из четырёх оценок. Сильная. Это значит, что во всех ситуациях за эту цивилизацию офигительно играть. Средняя. Где-то хорошо, где-то плохо. Слабая. Особенности этой цивилизации, к сожалению, не помогают выиграть. И, наконец, сломана. Это означает, что особенности этой цивилизации фигово сбалансированы с механиками игры. Не забудьте поставить лайк, подписаться, нажать на колокольчик и поехали! Аравия или Арабы в серии игр Sid Meier's Civilization появилась, как ни странно, поздновато, только в третьей части и то в дополнении. Ну, например, те же зулусы с первой цивы в игре, а Арабы всё-таки оказали огромное влияние на развитие человечества. Ну, а в шестую они могут появиться на любой территории, нет у них никаких прописанных мест, что, в принципе, и понятно, ведь никаких зданий, улучшений или особенностей у Аравии, зависящих от местности, тоже нету. Способность цивилизации называется «последний пророк». Это отсылка к Мухаммеду, мол, Магомед – последний пророк, которого посылал на землю Аллах. И работает она так. Когда другая цивилизация берёт предпоследнего пророка, Аравия автоматически получает последнего. Кроме того, каждый чужой город с религией Аравии даёт плюс одну науку. Ну, то бишь, если Аравия, например, обратит 10 не своих городов в свою религию, то будет получать вход плюс 10 науки. Способность лидера, а в шестёрке это традиционный Саладин, называется праведность. Любой игрок может покупать здание поклонения, основанное Саладином религии, всего лишь за одну десятую обычного количества веры. Имеется в виду третье здание в священных районах. То есть сначала мы святилище строим, потом храм, а потом можно за веру покупать то здание, которое вы в своей религии возьмёте. Там пагоды, мечети, синагоги, ну опять же, в зависимости от того, что вы возьмёте. Так вот, для Аравии и для того, на кого религия Аравии распространилась, эти здания будут стоить, по-моему, всего лишь 10 веры. Но это, опять же, зависит от скорости игры, все эти стоимости. Вот на сетевых, по-моему, всего 10 веры, что очень-очень дёшево. Кроме того, такие здания поклонения дают плюс 10% к науке, культуре и религии в городах Саладина. А вот это уже очень неплохой бонус, согласитесь. Уникальное здание Аравии называется Медресе и заменяет университет. В отличие от последнего, даёт не 4 науки вход, а 5. Кроме того, даёт веру, равную соседству района. Ну, то есть, если вы поставили кампус на плюс 4, то и Медресе будет давать 4 веры ещё дополнительно. И, наконец, уникальный арабский юнит, Мамлюк, заменяет рыцаря. Имеет абсолютно те же показатели, что и рыцарь, только требует в 2 раза меньше железа и, самое главное, лечится в конце хода, даже если двигался или атаковал. Очень, кстати, похоже на шведскую каролинскую пехоту из 5-й цивы. Мои зрители почему-то Аравию невысоко оценили. В голосовании на лучшую цивилизацию арабы заняли 47-е место, аж всего чуть более 1,5% голосов, а в голосовании на худшую 16-е. Ну, то есть, высоковато. Хотя я не считаю, что Аравия слаба. Да, у неё странные бонусы. Несомненно, при игре против компьютера на уровне сложности божество, 100% религия это неплохо. Компьютеры разбирают верование как пирожки и получить последнего пророка, особо не стараясь, приятно. Но вам в любом случае надо строить священное место, ведь без него пророк основать религию не может. А в сетевой партии вы точно не будете ждать последнего пророка, потому что, во-первых, иначе все самые лучшие верования разберут более религиозные игроки. А во-вторых, может так статься, что и не так много участников будут играть через веру. И получается, что эта способность не работает, как и, в общем-то, плюс одна наука от чужих городов под вашей религией. Но это просто мало. Да, это может помочь, если вы хотите победить религией. То есть, вы вкладываетесь в пророков, в миссионеров, распространяете, и за счёт этого получаете хоть какую-то компенсацию вот этой наукой. Но этого всё равно мало. Вы точно не сможете держаться на равных с теми, кто вкладывается именно в науку, или хотя бы не сильно отставать. Тем не менее, если сложить всё вместе, дешёвые здания за веру, которые дают плюс 10% к вере, культуре и науке, а также медресе, то Аравия, как ни странно, одной из лучших научных цивилизаций является, конечно, если не брать в расчёт какие-нибудь Вавилон, Корею или Австралию. Поэтому я удивлён, что так низко зрители оценивают Аравию, видимо, просто не распробовали. Мамлюки, конечно, тоже не самый крутой, уникальный юнит, в первую очередь, из-за того, что он требует железа, которого может не быть. Да и брать города-кавалерии в шестой цивилизе тяжеловато, но отбиться от внезапной атаки в средневековье или сбегать-пограбить соседа – вполне неплохой выбор. Влад Бенишман сетует. Мало кто вспоминает Аравию, когда речь идёт о сильных нациях. Гарантированная религия – это хорошо, но если мы получаем пророка последними, то и выбираем религию последними, что плохо. Но это не мешает сосредотачиваться на чём-нибудь другом вместо создания пророка. Плюс одна науки за каждый чужой город, исповедующий вашу религию – приятный бонус, но малозначительный. В 10 раз уменьшенная стоимость здания – уже очень круто. Так ещё и плюс 10% науки, культуры и веры. Считайте, что половина Оксфорда, Бродвея и Катоку-Ин вместе взятых по цене священки, святилища, храма и небольшого количества веры. Уникальное здание – медресе, заменяющее университет, открывается раньше в теологии, а не в образовании. То есть по культурной ветке и на одну эпоху раньше. Далее Влад пишет, что мамлюк стоит дороже рыцаря, что неверно, на самом деле они одинаково стоят, и что рыцари доминируют в своей эпохе. Я с этим тоже не согласен, но в целом ставлю арабам крепкую среднюю. И всем зрителям рекомендую немножко пересмотреть своё мнение по поводу цивилизации. Потому что это средняя, близкая к сильно. Проблема Аравии только в том, что ей надо развиться, и у неё нету никаких механизмов для защиты, если кто-то захочет её притушить. Ну и необходима к тому же своя религия. Но в целом, если Аравия раскочегарится, то она может быть конкурентом любым цивилизациям в любом типе победы. Ещё одна цивилизация, которая была во всех без исключения частях Сидмэр Сивилизэйшн от единицы до шестёрки. Это Ацтеки. Появляются они абсолютно в любом месте, нет у них никаких чётко заданных параметров, так что будьте готовы играть и на равнинах, и на холмах, и на побережье, и в центре карты. Уникальная способность цивилизации называется «Легенда о пяти солнцах». Можно потратить заряд строителя для ускорения строительства района на 20% от полной стоимости производства. Причём один район можно ускорять несколько раз. То есть, если район в производстве стоит 100 молоточков, то за один ход вы к строительству рабочим добавите 20 молоточков. На самом деле, не так уж часто используемая способность. Пожалуй, лучше всего это работает в поздних стадиях игры, когда вы ставите новые города, и вам надо срочно там построить районы. Во всех остальных случаях вам рабочим точно есть что делать, и лучше обрабатывать ресурсы и клетки. Ну или ускорить строительство космопортов, что тоже благодаря этой способности можно сделать. Способность лидера Ацтеков, вездесущего Монтесумы, называется «Дары для Тлатаани». Ресурсы довольства на территории Ацтеков дают довольство для двух дополнительных городов. Просто если кто не в курсе, то любой ресурс довольства, там, например, Шёлк или Янтарь, работает на 4 города. И только для Ацтеков на 6. Кроме того, военные юниты получают плюс одну боевую мощь за каждый обрабатываемый ресурс довольства на территории Ацтеков. А это уже очень-очень неплохо. Во-первых, Ацтекам чуть меньше требуется ресурсов роскоши для роста городов, чем всем остальным цивилизациям. А напомню, в шестой циле золотым числом городов, вот прям с которым просто можно комфортно играть, даже без завоевания дополнительных, это 6-7 городов как раз. Так мало того, что города у вас растут, ресурсы роскоши вам ещё и силу добавляют. 5 ресурсов довольства плюс 5 к силе. А в шестой цивилизации плюс 5 довольно серьёзный бонус. Как будто этого мало, уникальное здание Тлачтли тоже намекает на то, что Ацтеки должны воевать. И смотря на то, что Тлачтли заменяет арену, то есть строится в развлекательном комплексе, но оно даёт 1 очко великого генерала. И за Ацтека, в принципе, неплохая идея быстро построить развлекательный комплекс и арену в нём, чтобы набивать этого самого генерала. Тем более, что Тлачтли в производстве дешевле арены. К тому же даёт дополнительную культуру и веру. И вот, получается, у вас генерал плюс 5 к силе даёт, ресурсы роскоши, предположим, тоже плюс 5, и вы имеете против соперника плюс 10. А это уже практически победа в шестой цивилизации. Если бы ещё и уникальный юнит к этому моменту появлялся, было бы вообще зашибись, но, к сожалению, он заменяет воина. Называется Войн Орёл, то есть это начальный военный юнит, он дороже и значительно сильнее обычных воинов. 28 силы вместо 20 у обычного воина. А фишка его в том, что Войн Орёл имеет шанс получить строителя из убитых юнитов другой цивилизации. Проблема тут только в том, что в начале игры вы вряд ли найдёте другую цивилизацию. А когда найдёте, то, скорее всего, у соперника будут уже мечники, которые вполне нормально стоят против Войнов Орлов. И единственная тут альтернатива — это немножко подраться с городами-государствами и нафармить рабочих на них. Но, опять же, это зависит от рандома карты, и рядом может просто не оказаться городов-государств. Так что обычно эпоха Войнов Орлов в пролёте для Ацтека. Мои зрители Ацтеков почему-то не оценили, поставили на 39 место. И я думаю, что это, скорее всего, вот из-за их направленности на войну. Потому что способности все говорят о том, что иди воюй. Хотя, в отличие, например, от тех же Мапучи, которым надо ждать Золотой Век, чтобы получить свой бонус. Вы для Ацтеков бонусы можете сделать сами, и довольно большой, за счёт генерала и ресурсов роскоши. И пойти, хоть не завоевать, да пограбить соседа. Ему нечего будет вам противопоставить. Он тоже точно не сможет играть с вами в упорку. Просто потому, что он не может взять ваши города с такой силой юнитов, как у вас. Но я понимаю, что многие из вас просто не любят воевать, а любят строить домики. А это точно не про Ацтеков. Хотя и на развитие их бонус роскоши, который работает на 6 городов, вполне неплохо действует. В отзывах зрителей у нас сегодня Бенефис Влада Бенишмана. Он пишет, что у Ацтеков весьма хороший уникальный юнит. 28 боевой мощи против 20. С такой силой города соперника будут браться очень легко, если успеть до них дойти. А возможность порабощать юниты в строителя очень привлекает, так как может просто заставить начать войну ради строителей и грабежа. А это сочетается с уникальной способностью вкладываться в производство районов при помощи зарядов строителя. Ацтеки могут основать город, поставить район, купить строителя и пока производить что-нибудь другое, когда строители вкладываются в район. За Ацтеков лучше воевать, получать больше люксов, которые дают больше силы и довольства, а потом воевать дальше. Это нация ранней агрессии, но если не получится, то уникальные способности дадут много довольства и возможность быстро возводить районы. Я же ставлю Ацтекам тоже средне, только потому что они больше, конечно же, заточены на войну, чем на развитие. И у них нет универсальности, но в отличие, например, от тех же арабов, им точно выживать не надо. Воевать с Ацтеками в любую эпоху непросто. Так что это средне, ближе к сильно. Бразилия появилась в Сидмерс Цивилизейшн впервые в пятой части, и то в дополнении Brave New World. В шестерке же у нее прописано появление в тропических лесах. Высший шанс появиться в тропических лесах только у Вьетнама. Возможно, кто-то не понимает, как это работает. В начале генерируется карта, а потом на ней расставляются цивилизации в зависимости от шанса попасть в тот или иной биом. Так вот, у Вьетнама самый высокий шанс. А это значит, что если в одной партии Вьетнам и Бразилия, и тропических лесов мало, то они достанутся именно Вьетнаму. Но согласитесь, это довольно низкий шанс, и по моему опыту Бразилия всегда начинает в тропических лесах. А это значит, что ее уникальная способность под названием Амазония работает офигительно. Тропические леса дают бонус за соседство плюс один для кампусов, центров коммерции, священных мест и театральных площадей. А также плюс одно жилье пригороду от соседнего тропического леса. А это значит, что вы за Бразилию абсолютно спокойно можете поставить и кампусы на плюс шесть, и священные места на плюс двенадцать аж. Это при условии, если заполучите пантеон на соседство тропических лесов. А священное место на плюс двенадцать означает и плюс двенадцать от трудовой дисциплины. Это я вам все пытаюсь донести, что с развитием у Бразилии обычно проблем нету вообще. Способность лидера Педру Второго называется благородной. После найма или меценатства великого человека возвращается двадцать процентов потраченных на него очков великих людей. То есть, если великий ученый стоил сто очков, то когда вы его наняли, у вас прям сразу двадцать очков остается для накопления к следующему великому человеку. На эту способность работает и уникальный район Бразилии. Уличный карнавал, заменяющий развлекательный комплекс, или копа-кабана, заменяющая аквапарк. Оба этих района дают два счастья вместо одного, которые дают обычные районы. Но важнее здесь то, что в этих районах Бразилия может проводить уникальный проект, который называется карнавал. И этот проект после завершения дает очки всех великих людей. То есть и инженера, и торговца, и писателя, и художника, и музыканта. Ну, правда, кроме адмирала, плотоводца и пророка, великого ученого. Да, правда, он дает меньше очков великих людей, чем оригинальные районы. Но я не думаю, что игрок на Бразилии по этому поводу расстраивается. Ведь имея хотя бы три таких района, раскачав производство хотя бы за счет той же трудовой дисциплины, и проводя постоянно карнавалы в городах, а потом еще и сохраняя 20% от очков великих людей, вы можете набить этих великих людей большое количество, я хочу вам сказать. Я, правда, не очень понимаю, как это карнавалы вообще могут реально работать. Вы вообще бразильские карнавалы видели? То есть приходит какой-то чувак, смотрит на полуголых теток в перьях и думает, стану великим ученым. И создам Минас Жерайс. Это уникальный юнит Бразилии, который заменяет линкор. В производстве они абсолютно одинаковые, но Минас Жейрос на десяточку сильнее. В ближнем бою 70 вместо 60, а в дальнем 80 вместо 70. И, поверьте, атаку Минас Жейросами отбить очень непросто. Но, прямо скажем, это не самый крутой все-таки уникальный юнит, потому что только на воде, да и в последних эпохах скорее вы будете на самолетах воевать, чем на линкорах. Удивительно, но мнения о Бразилии среди моих зрителей разделились. С одной стороны, она заняла 19 место среди лучших цивилизаций и набрала почти 5,5% голосов. Это верхняя треть списка. А с другой стороны, 18 место среди худших цивилизаций. Опять же, треть списка. Верхняя треть. Я думаю, это из-за того, что игроки не очень разобрались, как вот великих людей себе набивать за счет Бразилии. Ну, надеюсь, им это видео поможет. Вот, например, комментарий от Джоша. Бразилия, конечно, слабейшая, все ее бонусы отстойные. Уникальный район почти ничем не отличается от заменяемым. А до уникального морского юнита еще дожить надо. Возражает же ему Светогор Горбатюк. Хотя в прошлой циве Бразилия была почти ненужной нацией, в этой мне она кажется довольно крепкой. Плюс один к районам от джунглей хорошо бустят развитие, ведь спавн у Бразилии всегда в тропиках. А благодаря способности лидера Бразилия будет постоянно покупать великих людей, что ей дает огромный буст. Не сказал бы, что часто использовал их линкоры, но против вражеских кораблей отбиться сможете. Да и не будет проблем с довольством, так как уникальные районы дают на одно удовольствие больше и строятся дешевле. Приятная нация для игры, обычно с хорошим стартом. Я ставлю Бразилии оценку сильная. И я вижу, что многие из вас просто не поняли ее бонусов. Поверьте, разобравшись, Бразилия может заткнуть за пояс многие имбо-цивилизации. Да, она зависит от места появления, но, повторюсь, я не помню, чтобы она появлялась хоть раз без тропических лесов. На этом вторая серия рейтинга цивилизации завершена. Ссылку на первую серию, а также на сводную таблицу рейтинга, вы можете найти в прикрепленном комментарии, либо в описании к этому ролику. А также на сайте циф6.лёшаиграет.ру Следующую серию я начну делать, когда это наберет 4000 лайков. Ну и, конечно же, все поправки и ваше мнение, я надеюсь, прочитать в комментариях. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!